Друзья, добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброе время суток. Кроме его, кроме него. Вот ему не доброе время. Он будет сверлить, мы пытались выбрать время, чтобы не сверлило, но, бля, сорян. Тут вот в моей квартире сверлят. Постоянно, 24 на 7. Все вокруг, вот я тут три года живу, три года сверлят. Терпите. Мы терпим, и вы терпите. Че такого разогнать? Я вернулся с Новгорода, как уже и говорил. Во-первых, когда я возвращался обратно, там ехать нужно по М11, все такое. Там сейчас уже начинают потихонечку выстраивать инфраструктуру. Появляются заправки нормальные, потому что раньше, если вы ездили по М11, вы видели, что там, типа, ты едешь, у тебя вместо заправки стоит просто цистерна. У нее со стороны две, ну, пистолета. Типа, один дизель, другой бензин. Возможно, там даже заливают одно и то же, хуй знает. Ну, бочка-то вроде бы одна. И вот так выглядело М11. Таких заправок стояло там штук 5 на все расстояние между Москвой и Питером. И довольно часто там люди высыхали прям по пути, ну, просто потому что между заправками было большое расстояние. Сейчас уже потихонечку все обрастает инфраструктурой. Появляются кафешки, появляются нормальные заправки. Лукойл такой здоровый теперь появился. И вот на этих заправках есть электрозарядки. И я вчера еду обратно, отъезжаю от Новгорода, проезжаю километров, наверное, 100 примерно. И там как раз стоит здоровый этот Лукойл с кафе, с электрозарядкой, со всей хуйней. До Москвы 400 километров. И там стоит на одной зарядке, заряжается Тесла и BMW i3. Угадайте, кто доехал домой. Я вот доехал домой. А они вполне возможно там до сих пор. Я хуй знает, как i3 собирался доехать. Ну, типа, каким образом он там оказался вообще? Ну, Тесла еще ладно, понятно, каким образом она доползла. У нее запас хода хоть какой-то есть. Каким образом там оказался i3, я вообще не понимаю. Потому что это от Питера уже где-то 300 километров. Вот он как раз доехал, высох. И все. Там такой грустный человек на заправке сидел, пиздец такой, типа, сидит. Он видит, что он уже, у него кончился интернет. Он посмотрел весь инстаграм, он уже выпил весь чай, кофе, всю водичку. Уже объелся всем, чему угодно. И сид просто. Смотрит, как машины подъезжают, заправляются, уезжают. Подъезжают, заправляются, уезжают. В целом я подумал, что в Новгород, наверное, на Каймане особо больше ездить я не буду. Не потому что там дороги, ямы и так далее. Я все еще нигде не черканул ничем вообще. Ни разу на Каймане. Хотя с учетом того, что я там по дворам катаюсь, там по всему. Довольно забавно заезжать, типа, в район Хрущевок. Мне прям, типа, Хрущевки, вот стандартный такой. У тебя Кайман. Типа, бля, и очень странно выглядит на самом деле. Эй, не гляди на меня! Соси мой грудь! Вот здесь повернешь направо. Не смотри так, я твое дерьмо буду кушать! Но на Каймане я решил туда просто не ездить больше, потому что в момент, когда я приехал, вот я проехал пост, ну, в смысле, знак, до гостиницы, где я остановился, типа, ехать, там, восемь минут. Ну, там, типа, она прям рядом совсем. Я въехал в город во сколько, там, в одиннадцать, по-моему, вечера, что-то такое я написал, что я доехал. И я вот пока ехал до гостиницы, мне уже два друга написали, такие, о, привет, ты приехал, нам уже сказали. Ну, типа, город вот такой, маленькая деревня, то есть я только въезжаю в город, все сразу в курсе. Каким образом, хуй знает, непонятно. Там губернатор сразу вообще чат пищит, типа, Стас! Не, мы с губернатором не знакомы. Кстати, губернатор у нас, губернатор у нас заебись, и мэр тоже заебись. Предыдущие тоже были клевые, потому что сейчас с городом делают какую-то еще просто нереально великолепную штуку. Если вы путешествуете по России и не были вот сейчас в Великом Новгороде, я вам крайне советую. Надолго ехать туда смысла нет, неделю там делать нечего, но приехать на выходные на три дня не потому, что я там родился и потому, что это мой родной город, а потому, что там, ну, реально сделали сейчас хорошо. Там ты прям приезжаешь в центр и такой, ебать, это город, типа, с населением 200 тысяч, офигеть. Батя у меня до сих пор так и не ездил в Кайм, а не внутри боится. Даже на пассажирском сидении. Не вот прям все такое, не-не-не, я такой, не, бля, я вон у меня стоит мой черный сундук, я на этом черном сундуке, пожалуйста, буду ездить, все, нет, нет. Нет. Но хотя бы радостная новость заключается в том, что он потихонечку из себя выплюнул, что, типа, ну, в целом можно бы поменять машину. Кто давно следит за каналом, тот помнит историю, как я, типа, долго ему пытался затолкать его, я три месяца продавал ему идею, что это его машина, что вот, типа, все, держи, пользуйся и так далее. Он сейчас к ней уже привык и, возможно, в перспективе, там, трех-четырех месяцев мы 120-й Прадик будем продавать и я куплю бачу что-нибудь другое. Если вы сейчас мне побежите в Инстаграм писать, что, типа, я первый в очереди, вы уже там не первый. Сорян, типа, там уже какое-то большое количество людей. Но в любом случае, если мы в какой-то момент, типа, решим продавать Прадик, вы на канале об этом узнаете. У нас вышел обзор на Audi SQ5. Реакции пока я еще не знаю, потому что вот он, мы нажали кнопку опубликовать час назад. Еще пока непонятно. Но вроде бы там Audi Club обидеться не должен. Opel Club, привет. Просто я про вас помню. А и последнее, что разгоню перед новостями. Мне все еще немножечко стыдно перед вами, что в Автопрагмат не всегда можно дозвониться. У нас сейчас, ну, перегруз продолжается. Мы какое-то время назад, там, пару недель, наверное, вкидывали, что после выхода документалки и после выхода, типа, некоторых материалов, у нас немножечко прилег отдел продаж. Ну, просто потому что мы физически не справляемся с нагрузкой. То есть мы там, типа, несколько стажеров вывели, но все равно пока они полноценно, там, несколько месяцев не обкатаются. Мы быстро, короче, не умеем расширять отдел продаж, потому что у нас довольно замороченные консультации. У нас хорошие люди работают на телефоне в плане специалиста. То есть мы просто, как бы, человека, который, алло, здрасте, идите нахуй, такого не посадим. И для этого нужно время. И мы думали, что это просто пик после документалки, он сейчас пройдет, и мы снова выйдем на наши нормальные мощности, выведем несколько человек, и все, у нас отдел продаж снова будет принимать абсолютно все заявки без каких-либо проблем. Но пик почему-то не проходит. Там почему-то до сих пор горит все синим пламенем. И мне, вы мне много пишите в личку, что, типа, эй, не дозвониться, эй, там, типа, мне, там, не отвечают уже несколько часов, и все такое. Мы в курсе проблем, мы их решим в ближайшее время, вот, всем руководством бьемся, приношу свои искренние извинения, что не получается прям, как это всегда у нас и было, типа, сразу тут же, срок в срок получить консультацию. Мы немножечко трещим по швам. В любом случае, все заявки у нас висят, все у нас есть, ничего, никто никуда не пропадает, и до вас в любом случае доберутся, докопаются и вам ответят. Не факт, что так оперативно, как хотелось бы, но точно ответят. И от моей синей головы принимайте извинения и поцелуйчик. За терпение. Ну и на этом уже давайте к новостям. Сразу две новости в одной. Президент США Джо Байден провел тест-драйв нового электропикапа Ford в Мичигане, еще до премьеры, и компания Ford представила новый электрический пикап Ford F-150 Lightning. Тема такая, что, ну, и Ford какое-то время спойлерил, что у нас сейчас появится электродудка. Здоровая такая, с багажником, блядь, пикап, все, для наших колхозников то, что надо. От коровы заряжаться будет великолепно. И еще буквально до, там, за пару дней до премьеры приехал Байден со своей охраной, со всем таким, чтобы провести тест нового пикапа, который в будущей Америке и так далее. Напоминаю вам, что F-150 это самый популярный автомобиль в Штатах. Ну, то есть, типа, вот у нас самый популярный автомобиль это Lada Granta, по-моему. Или Lada Granta у нас самый продаваемый автомобиль. А там это вот такой вот, блядь, пикап здоровый. Самый продаваемый автомобиль. То есть, не какой-нибудь маленький, там, типа, хэтчбэк, там, кроссовер какой-нибудь. Не, у них самое большое, это вот в продажах, это здоровенный рамный пикап. И поэтому это супер важная, типа, новость, супер важная веха для американского рынка, что теперь одна из главных моделей у них становится электрической. И Байден со всей своей бравадой зеленого поехавшего деда, что, типа, вот, экология, все, у нас теперь все на электричество, мы все пересаживаемся на электричество, правительство пересаживается на электричество и бла-бла-бла. То есть, там, естественно, он автомобиль толком не тестировал, а просто толкал свою, там, пропагандистскую, демократическую повестку дня. И, естественно, он там говорил, что «Форд, эта машина очень быстрая, я бы сам бы себе такую купил», это цитата. Типа, мамой клянусь, купил бы. Но это выглядит точно так же, как когда Путин ездил на желтой калини. И что он такой, машина хорошая, вот это, блядь, ровно то же самое, рубль в рубль. Так как это главный, «Форд» сейчас, ну, один, и не сейчас, а всю дорогу был главный автопроизводитель штатов, вместе с «ЖМ». Его нужно поддерживать, его нужно приезжать, улыбаться, показывать, что вот, все, замечательно и так далее. А сам по себе этот «Ф-150» яйца выеденного не стоит, потому что эта, ну, платформа там не новая, она бензиновая, а любой автомобиль, который сделали электрическим на бензиновой платформе, абсолютно ущербен. Потому что у тебя, как бы, весь кузов, вся агрегатка и все-все рассчитано под то, чтобы там стоял двигатель внутреннего сгорания. И у тебя нет места под батарейки, и у тебя нет нормального места под электромоторы. И все автопроизводители сейчас вот из обычных бензиновых платформ делают жуткий колхоз тем, что они устанавливают дополнительные подрамники, устанавливают на них моторы, потом куда-нибудь запихивают батареи, батареи все равно получаются маленькие, потому что места под них нет. И получается в итоге очень странный елдень, на который ездить практически невозможно. Но зеленым очень нравится, вот. Поэтому, ну и пусть все нахуй ездят. Покупки в интернете это всегда намного удобней, чем идти куда-нибудь прям вот физически ногами, что-то там выбирать и покупать в офлайне. Ну а самое главное, в интернете всегда можно сэкономить, если вы знаете про кэшбэк от Letyshops. Если вы часто заказываете что-то на Алиэкспресс, то для вас есть хорошая новость. С 25 по 28 мая будет действовать горящий кэшбэк от Letyshops на все покупки на Алиэкспрессе. И если совершить покупку в эти дни, то сэкономить получится в разы больше. Увеличение будет в 3 раза. С 5% до 15%. Например, если в обычные дни вы после ваших покупок получили бы, например, 500 рублей кэшбэка, то с 25 по 28 мая вы получите полторы тысячи. А это уже прям выгодно. Активировать горящий кэшбэк можно на главной странице сервиса, пройдя регистрацию по ссылке, или в приложении Letyshops. Но помните, что количество активаций ограничено, и на совершение покупки у вас будет несколько часов. Поэтому ссылка на регистрацию в Letyshops будет в описании. Проходите, регистрируйтесь и совершайте покупки, которые вам хочется, еще выгоднее. Продажи автомобилей Lada в Европе выросли более чем на четверть. Продажи автомобилей Lada в Европе по итогам апреля выросли в годовом удовольствии на 25,9% и составили 143, нахуй, единицы. Зачем АвтоВАЗ что-то там пытается продавать в Европе, я, честно, не понимаю. Основная проблема в том, что, ну типа, они же ушли с рынка недавно, потому что там, ну, Евро-6 нового образца. То есть есть норма Евро-6, а есть, типа, норма Евро-6D, по-моему, она называется. Ну, типа, Евро-6+. И вот ее уже никоим образом Lada выполнить не может. Типа, переоборудование наших древнющих моторов под то, чтобы они выполняли норму Евро-6, очень дорого, нахер не нужно. И с учетом того, что ты там продаешь одну машину в тысячелетие, ну, как бы, ты это не окупишь никогда. И зачем там АвтоВАЗ еще где-то там, что-то там в Европе продает, я, честно, не понимаю. Ну, чисто для галочки, что мы, ебать, экспортеры дохуя. На кого это сыграет, непонятно. Потому что, ну, все вменяемые люди понимают, что есть, типа, там, ну, вот, рынок сбыта России и СНГ. А что там то, что в Европе продалось две машины, ну, как бы, зачем, непонятно. Но АвтоВАЗ вот очень сильно гордится, что вот, бля, мы 143, нашли 143 долбоеба в Европе, и вот им продали Весту. И вроде бы как, типа, ходят слухи, что, наверное, через какое-то время АвтоВАЗ переоборудует свои моторы, будет все-таки в Европу продолжать поставки. Но это даже не сильно бьется с логикой всего концерна Renault-Nissan-Mitsubishi, потому что у Renault-Nissan-Mitsubishi идет сейчас политика разграничения всего по рынкам, что каждый бренд сидит на своем рынке, и АвтоВАЗ, это теперь будет предаток Deitchi, которая заведует как раз-таки, там, Прибалтикой и вот всей Восточной Европой. И они, как бы, не подразумеваются вообще как явление в странах Европы. Поэтому я все на это смотрю очень странно, и чем они там грядятся, непонятно. Ну, как бы, хуй с ним. Пусть ребята развлекаются, если хотят. Хавал представил в России новый кроссовер Jolion. Че сделал Хавал? Спиздил морду Audi Q3, натянул ее на весь остальной непонятный кузов и такой, смотрите, гля, новый кроссовер за миллион рублев. И какое-то время назад прошла презентация, все дружно это дело обсудили, и как бы автомобиль еще на дорогах общего пользования не появился, но самое главное наслаждение лично для меня он уже доставил, потому что уже в сети появилась куча совершенно однотипных обзоров от... Посмотр... Новый Хавал, вы посмотрите, у нас тут, блядь, красный цвет, а вот тут синий цвет. Миллион рублей, как будто бы всем не похуй. Это принципиально непринемлемо. Очередные проблемы для импорта и бюджетные траты. В РФ хотят увеличить долю электрокаров. Какое-то время назад мы с вами обсуждали, что, типа, появилась от Минэкономразвития стратегия, что мы тут сейчас вас завалим электрокарами, у нас, посмотрите, есть же КАМА, ебать, аж целая одна. Вот мы одну собрали, все. Так выглядит экспансия, чтобы вы знали от КАМАЗа. И мы будем увеличивать долю электрокаров. И к 30-му году 15% рынка. Это все у нас будет ездить на вилке. Типа, все отлично, выполняем эту стратегию. И, как я говорил тогда, это просто бравада, как мне кажется, которая необходима чисто в повестке, что мы тоже тут зелененькие, нам тоже тут не поебать. И все такое. И да, вот сейчас, типа, есть стратегия развития, что к 24-му году у нас будет 20 тысяч электрозарядных станций, к 30-му году аж 150 тысяч электрозарядных станций. Все эти будут в городах-миллионниках, на основных трассах, через каждые 100 километров. Вообще пиздец, типа, от электричества никуда не денешься. Но при этом наших автомобилей фактически нет. Никаких. Может быть, там что-то разработают, типа, там, к 26-му, к 27-му году. Окей. Но, понятное дело, что основной пул рынка это будут европейские, американские, японские, любые другие автопроизводители, зарубежные. И вот что точно будут делать, так это ограничения на импорт. Утиль сбор, вся хуйня. Ну, вот то, что у нас стоят довольно высокие пошлины на все автомобили, которые привезены, которые не собираются в стране локально. Вот точно такую же херню уже сразу делают для электромобилей. Они, как бы, и так стоят, ну, как бы, дохуя. Давайте будем откровать. До хуища! Прям много очень. И вот, возможно, через 5-6 лет из-за того, что их будет становиться больше от того, что батарейки, как тип энергоносителя, он станет дешевле, вот это все, электрокар приблизится к бензиновому автомобилю, но мы такие, пошлины. Мы в этом знаем, мы в этом умеем, молодцы. Поставят точно такие же пошлины, и все равно электрокары будут дороже. И каким образом Минэкономразвитие собирается, типа, сделать так, чтобы у нас 15% автомобилей к 30-му году были электрическими, из продаж новых, я имею в виду, непонятно. Но чем больше таких умных решений, тем меньше электромобилей, тем я более радостный. А вот, кстати, к этому же сразу. Мне очень много народу скидывали новость эту, но я не знаю, фейк это или нет, потому что не совсем понятно. посмотрите на кладбище шеринговых электромобилей из Парижа с выработанными батареями. Батареи не меняют, потому что это очень дорого, да и старые батареи никто не берет на утилизацию. И вся эта хрень разлагается и отравляет природу, пишет Twitter. Twitter это же самая объективная и точная площадка на планете в целом. Но я дохуя где это видел? Я просто часто вспомнил эту новость, мне ее в предложку очень много кидали, нашел ее в Twitter. Ну и короче, вот есть электрошеринг, типа парижский. Я в общем эти даже машины видел, когда был в Париже. Ну и вот стоит короче просто вот большая хуйня автомобилей в поле. Вроде бы как все они с выработанными батарейками, вроде бы как они все уже непригодны к использованию и надо с ними что-то делать, но с ними естественно никто нихуя не делает, потому что батарейку хранить дорого, а утилизировать еще дороже или в принципе невозможно. Потому что сейчас у нас как бы, если вы вдруг не в курсе, то самая великолепная экологичная технология вот электричества, вот это все спотыкается о том, аккумуляторы ебать какие токсичные и нормально утилизировать их невозможно. Ну, типа есть технологии переработки такие, но они как бы ну это примерно как вот когда атомная станция допустим развалилась, типа половину отходов как-то утилизировать там закопать в землю поглубже, как это обычно и делает, а половину выкинуть в океан, что типа блять технологический процесс такой, извините, вот. И нормально полностью безопасно для экологии утилизировать аккумулятор невозможно. Пока что. Литий-ионный, точно. И вот как бы идет все по интернету, что вот нашли какую-то вот эту площадку типа электрокаров, что о, все вызывают Грету Тутберг в комментарии, потому что ну блять как же так, как же так, о-ло-ло и так далее. Но мне кажется на самом деле, что это просто какая-то компания обанкротилась, просто вот вывезли куда-то в парк, в лес, где ему что-то стоять, блять, зеленым экологичным, кучу автомобилей, так как некому и нечего с ними делать, вот они и стоят. Мне кажется, что ситуация такая, потому что ну как минимум можно было бы это дело разобрать на запчасти, если бы реально бы этим кто-то занялся. Ну типа окей, батарейку можно просто вот опять же так же как склад просто типа выкидывать на пункты приема аккумуляторов, а сами автомобили просто разобрать, продать по запчастям. Чисто по идее, если бы стояла такая задача. Но этим никто не занимается, поэтому я делаю вывод, что ну скорее всего просто те люди, кому принадлежат эти автомобили, просто обанкротились и просто некому ими заняться. Вот и все. А вот кстати говоря, вот эти вот исследования, которые мы периодически здесь прокидываем про то, что от полстара или еще от кого-то, что с учетом производства электромобиля, с учетом производства батарейки и если автомобиль заряжается полностью на возобновляемой электроэнергии, то он становится экологичнее дизельного либо бензинового там типа через 50-60 тысяч километров пробега вот эти все. Вот это с учетом утилизации батарейки? Или нет? Электрокары, блять, экология? Но мы с ними разберемся скоро, не переживайте. Я уже все равно заспойлерил документалку, что у нас экология. Следующая кортавая история про экологию, пацаны. Вот там и будем разбираться. Что это такое и с чем это нужно есть? Спойлер, не стоит есть аккумулятор. ГИБДД Москвы поддержала введение ограничения 30 километров в час на некоторых улицах. Столичная госавтоинспекция поддерживает идею снижения максимально допустимой скорости на улицах, где много пешеходов и детей. Что такое, блять, много пешеходов и детей? Во-первых, ну, как юридическая норма, много это сколько? 5 это много? Или 15 это много? Или 384 это много? Ну, это хер с ним. Совершенно понятно и давно уже всем очевидно, что центр Москвы это место, которое точно в какой-то перспективе станет полностью пешеходной, электроскутерной, велосипедной, блядской, и для общественного транспорта, типа там такси, автобусы, троллейбусы, вот эта вся фигня. На автомобиле личном ехать в центр будет мало того, что неудобно, пиздец как, дорого, и не будет иметь никакого смысла. Это уже сейчас вот на уровне, грубо говоря, если просто посчитать там условную парковку, геморрой, который тебе нужно там отставить в пробках и бла-бла-бла, то, ну, в центр типа ехать дешевле на такси. Это уже давно, типа, факт. И то, что через какое-то время абсолютно все улицы, где будет возможность сделать пешеходную зону, станут пешеходными, это понятно. И вот эта история, что тут ГИБДД потихонечку поддерживает где-то введение ограничения в 30 км в час вместо 40, это просто один из, ну, маленьких шажочков в эту сторону. И оттуда никуда не деться, все равно будет снижаться скоростной лимит, все равно улицы будут становиться пешеходными, и это замечательно. Да и объективно по центру Москвы довольно сложно ехать больше там 30-40 км в час. Особенно по маленьким улочкам, закоулкам, где вот, ну, там, тебе реально просто тупо физически негде разогнаться. И по центру Москвы ты всегда там едешь вот эти вот на второй-третьей передаче максимум. Стало известно моторная гамма нового Toyota Land Cruiser 300. Под капотом там не трактор, прикиньте. Внедорожник следующего поколения останется без двигателей V8, которые заменят новыми надувными шестерками. Как и предполагалось, по всем слухам, V8, скорее всего, остается в Lexus, потому что, ну, точно через какое-то время на платформе 300-го крузака появится совершенно нахуй другой автомобиль с бейджиком Lexus. Вообще другой. Ни одного технического решения. Абсолютно другая машина. И там, скорее всего, останутся двигатели V8, а крузак тверд будет все вот на V6. На бензиновой 3,5, две турбины 415 лошадей, которая вот заменяет как раз-таки V8, бензиновый 5,7, который там крайне редко стоял. Типа, и вообще было непонятно нахера покупать крузак с этим мотором. И вместо дизельного V8 будет теперь 3,3, тоже V6, 309 лошадей. Оно понятно, оно замечательно. Окей, погрустили, что у нас теперь в крузаках не будет V8, и идем дальше. Единственное, за что я переживаю, что эти оба мотора новенькие, они современные, они экологичные, и вполне возможно, с очень большой долей вероятности, Toyota Land Cruiser Club теперь станет немножечко ближе к BMW клубу, к VAC клубу, к Audi клубу. Придется им узнавать, что такое капиталки мотора, замены мотора. Немножечко почаще, чем это было до этого. Потому что все-таки трехлитровый мотор, в случае с дизелем 300 лошадей, в случае с бензином на 400 лошадей, на такую здоровую херовину, которая будет на раме до сих пор, на неразрезном масте и на всем вот этом вот. А там еще новая десятиступенчатая коробка передач. Это все очень экологично, легко, мощно и очень вряд ли надежно. Даже несмотря на то, что это Toyota. Поэтому, скорее всего, после того, как появится 300-ка, как я уже и говорил, на протяжении года, 200-ка на вторичке подорожает. Работу медицинского беспилотника Лада Веста показали на видео. По территории первой городской больницы в Москве ездит автономный универсал Лада Веста, развозящий анализы между корпусами. Но то, что говно ездит на говне, типа, да? Интересно, а сколько коробков спичек помещается в универсал Лада Веста? Много. Я думаю, что целая больница столько коробков спичек насрать не сможет, сколько может поместиться в Лада Веста. Не, причем реально это ж, ну, типа, универсал, у них там много анализов. Ну, короче, я нормальную шутку под этот заголовок не придумал, поэтому добро пожаловать в комментарии. Самую удачную шутку про беспилотник Лада Веста, который возит внутри себя говно по больнице, закреплю в коммент. Суперкар Гликинхаус 004С за 34 миллиона рублей разбили в краш-тесте видео. Короче, есть мелкосерийный суперкар, которых на самом деле дохуя и больше. Все, у кого есть деньги, развлекаются как могут и придумывают свои суперкары, гиперкары и там что угодно и пытаются их суперграничным тиражом продать. И для того, чтобы автомобиль допустился до дорог общего пользования, всегда нужно этот гиперкар собственно разъебать об стену, потому что ну а хули он целый стоит. И тут как бы, ну, ничего такого удивительного-то в этом нет, но вот за что я зацепился, что у автомобиля здесь довольно оригинальная компоновка, в том плане, что руль стоит посередине, есть кресло водителя, опять же посередине, два кресла рядом маленьких для наказанных, я не знаю, ну типа либо для кого, либо сразу для двух мужиков, чтобы ехать, типа ты потенцией рулишь, а руками обнимаешь ноги, видимо так, не знаю. Но обычно-то как, у тебя манекен-то сидит как минимум хотя бы водительский, чтобы отслеживать там насколько сильно ему в ебасосину прилетело чем-нибудь, а здесь у них в этом краш-тесте сидит один манекен на пассажирском сидении, на водительском никого не сидит, варена специальная палка с таким датчиком, который мерит изменение руля, типа насколько сильно он выдвинулся внутрь и все. И в чем вот смысл такого краш-теста, чего-то я вообще не понял. Притом непонятно скорость, притом непонятно почему они вшатываются просто в стену и просто какой-то очень странный краш-тест. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Пикап 1956 года сестры Майкла Джексона продали за 112 500 долларов. Было бы прикольно, если бы этот пикап купил бы детский дом. Неа, все верно. Часть вырученных средств с аукциона артистка пообещала перевести благотворительной организации Compassion International, которая оказывает гуманитарную помощь нуждающимся детям. Нуждающимся детям в членах. Россия выпала из топ-10 мировых авторынков. Автостад рапортирует о том, что у нас сжимается автомобильный рынок, спрос падает, пиздец. Вот в прошлом году мы были в топ-10, а сейчас мы 11. И прикол в том, что можно посмотреть на эту новость, на этот заголовок и немножечко расстроиться, что вот у нас ухудшение динамики и так далее, но если помнить, что в прошлом году мы в топ-10 попали только лишь из-за того, что весь остальной мир закрылся, а мы такие идите нахуй, мы еще немного попродаем автомобили, и в целом у нас локдаун был очень короткий, и то не везде, и то типа ну там вот в столице в основном, вся остальная это Россия жила, машины продавались и все такое. И только поэтому мы смогли как бы на фоне общей динамики, что все остальные падали в пол, а мы хоть как-то там еще жили, только на этом топливе мы в топ-10 и вошли. И сейчас просто все плюс-минус возвращается в свои обычные границы, в свои обычные нормальные объемы продаж, кроме Великобритании, которая еще ниже упала. ТОП-11 на данный момент это просто наше нормальное законное место. Вот и все. И не стоит это воспринимать как падение. И на этом в этом выпуске у меня все. Напоминаю, что у нас вышел обзор. Это первое. Второе. В этот выпуск увидите 24-го, 23-го. Ну, где-то там, в тех числах. Это значит, что у нас осталось совсем немного до съемок документалки. Скорее всего, в следующем новостном выпуске я буду еще меньше улыбаться. На гонке что-то хочется снова съездить. На Казани просто, на Казани ринге заделали большую яму, довольно стрёмную. Там на одном из поворотов, который вот как раз таки пикирующий вниз, там была такая яма, если хоть немного мимо траектории типа промахиваешь, это такой наебок получаешь, смачный просто такой пам. там не то, что яма, но там типа вот такая вот волна. Там сейчас ее заделали и теперь там по идее не так страшно должно быть. Просто, блядь, думаю об этом. Пока. Блядь, у меня ебучая волосина на корне языка висит. Мне оттуда ее не достать уже, блядь, два часа нахуй. Просто знайте, что я страдаю.